Девушки отдыхают Я не знаю, я бы не смогла Как не перевернуться Я недавно еду в машине, кстати, история И вижу, как человек, это, знаешь, не Такое кольцо, не на велосипеде А, моноколесо называется Да, я просто вижу, как он с машинами Наравне едет, я думаю, как Как это возможно, это святые люди Представляешь, как ему холодно лететь На улице еще Ну да, действительно, очень уникальное Создание Так, давай поговорим с тобой про Новый год Вообще, чувствуешь, что вот уже на этой неделе Блин, у меня в колонке вот эти, знаешь, погремушки Да, у меня есть новогоднее настроение, если честно Конечно, много работы, но дома стоит елка Дома уютно, поэтому Поставила елку уже? Поставила Ну, наверное, недельки две с половиной То есть уже есть А у тебя живая, кстати, или ты искусственная? Нет, искусственная Мне кажется, что живая, что с ней потом делать? Искусственная может простоять хоть до марта Да, да, действительно А так, что делать? Слушай, ну, да, живая, конечно, недолго простоит По крайней мере, живой точно Ну, понятно Рассказывай, в чем ты вообще ощущаешь Новый год? Что это такое? Мандарины или какие-то вот, не знаю, мероприятия, нагрузки Вот это все Сейчас я ощущаю Новый год полной работы Потому что все-таки суета, мне кажется, у всех артистов Кто у нас крутится в медиасфере Но, в целом, для меня Новый год это мандарины Фильм «Один дома» «Один дом» Ты его смотришь все еще? Да Каждый год для меня это традиция Я смотрю «Один дома» Ну, не знаю, это как будто бы как по-другому Не посмотрев «Один дома» Ну, я согласен с тобой Для меня то же самое Вот и украшение елки с близкими людьми Хотя бы на фоне Но при этом на Новый год я улетаю в теплое место Ты куда собралась? Мама, я в Дубай А, туда многие, кстати, поехали Да, да Арина, вот мы виделись тоже на мероприятии Как раз Ростовская Которая тоже Она тоже куда-то туда улетает Все поехали в Дубай Ничего страшного Мы вот тут останемся вот с оператором Будем сидеть вдвоем Смотреть, как падает снег и все Людей больше не будет абсолютно Ну, ничего страшного Ладно, не завидуем ни капли Есть какие-то традиции еще перед Новым годом Вообще веришь в Деда Мороза, кстати? Ну, блин Сама себе Дед Мороз Ну, подожди Это же все время какой-то в метафору превращается Я, если честно, себя реально чувствую Дедом Морозом Потому что я в суете сейчас думаю О том, что подарить всем своим близким Маме, папе Папа у меня вообще попугая захотел Попугая? Купи ему ару Я как-то хотел себе без шуток Я думал себе У меня кошка сейчас Я думал завести себе огромного попугая Ну, не, он не огромный И папа хочет именно говорящего Видимо, вот ему не хватает Ару! Я тебе говорю Вот такой, чтобы два метра было Ну, я вот нашла какого-то крутого серого попугая Я думаю, папа, ну ты должен быть рад Вот, и поэтому сейчас в данный момент Только, ну, внутренне себя ощущаю Дедом Морозом Дедом Морозом Но я верю в волшебство Я верю в чудо Веришь в реализацию мысли Или как оно у тебя выражается? Я верю в то, что все, чего ты пожелаешь Можно достичь Можно притянуть к себе в жизнь Я считаю, это возможно Интересно, а как притягиваться? Ну, знаешь, есть такой рычажок сзади Подожди Ты его напрягаешь Подожди Какая-то девушка мне рассказывает Есть та самая точка G, про которую все говорят? Нет, нет Рычажок сзади какой Парни, мы не там его искали Он сзади Ну, в общем, напрягаешь в своем мысли Думаешь о том, чего ты хочешь Действительно И знаешь, есть люди, которые Я теряю свой рычажок Я все понял Ладно, мы музыку послушаем Так, ужас Потом вернемся Ладно, у нас действительно Немножко время для танцевальной Потом продолжим говорить Позитивный ты человек Юля, приятно с тобой Ночью на кухне Это она, если только что рассказала Про свой ночной дожор Но у нас все так же, Юля Гаврилова Привет тебе еще раз, дорогая Гаврилова, ты сказал? Гаврилова, Гаврилова Гаврилова, кто говорит? Какая Гаврилова? А как правильно? Я отказываюсь находиться На этом радио Куда ты пошла? Гаврилина, конечно Боже мой Это ужас Это проверка тебя На внимательность, Гаврилова Это проверка тебя была А как это? Я ошибся, ну и бывает Да, ребята Я, если честно, не знаю Что я до сих пор делаю В этих четырех стенах Ну хлопнул перед эфиром Хлопнул Что такого? Короче, давай про тебя говорить У тебя сериал недавно, да? Ты дебютировала как актриса Какой недавно у нас до сих пор Проходят съемки Мне осталось Дебютировала? Дебюта, когда первый раз Да, да Ты сказала то, что проходит Все, короче Да, это правда Ты что? Пришла подсидеть меня, что ли? Все началось Кто-то должен был это сделать Нет, никто Я здесь Я врос в этот стул Вцепился в него Давай рассказывай про сериал Ты же Сериал называется Открытый брак Да У нас съемки уже идут Четвертый месяц Да Осталось буквально три смены И мы заканчиваем Дальше все это идет В отдел монтажа Ага И в следующем году Скованно Понимаешь А ты для этого начала ходить На актерские курсы Я просмотрел тебя Что-то рассказывала Что начала заниматься Я занимаюсь актерским мастерством Давно уже По сей день Уже где-то, наверное, год Год сто процентов Но это Когда к тебе пришла вообще идея Что ты хочешь в этом направлении Тоже двигаться? Смотри, у меня была такая история Что не было цели Конкретно Вот я начала заниматься Актерским мастерством Все, значит Давайте-ка, ребята Я должна быть в кино Я начала заниматься для себя Для своего развития Для того, чтобы больше понимать Видеть, понимаешь С разных сторон А потом Как будто бы проекты Начали сами приходить Одни пробы Вторые Третий Четвертый Какой? Так когда продюсер тебя отправляет Ты знаешь, как ты работаешь? Не, на самом деле Я могу сказать Что я когда приходила на пробы Было здорово Что меня звали на пробы Не как Юлю Гавриленову Которая там блогер А не Гаврилову, да? Не Гаврилову Нет, Гавриленову Вот А именно звали Как актрису И это чувствовалось На пробах Потому что я была На разных пробах И, в общем, все получилось Это самое крутое Самое угарное Что, когда я пришла На пробу Моего проекта Сериала Открытого брака Я была с уверенностью На сто процентов Что меня не возьмут Слушай, по-моему Часто так бывает На самом деле Когда ты прям Думаешь Ну, да, получается Когда ты такой Да, все сто процентов Я тебе приду Все будет мое И так уже Смазано идет Я не знаю, как это работает У нас на планете Но это очень странно Я говорю, я была уверена Что мимо Да, слушай Ну, рассказывай Как тебе вообще было В начале Знаешь, вот В новом Своем амплуа Я могу сказать Что у нас Очень крутая команда Очень крутой Актерский состав Режиссерский Операторский Художники То есть Все идеально Обычно, знаешь Первый блин комом И все очень плохо Какие-то ссоры Ничего не получается Но у меня была Очень большая поддержка От людей Которые меня окружают Меня постоянно поддерживали Где-то направляли Где-то помогали И вот прям Даже ничего плохого Не могу сказать Все такие зайчики Мила А не было такого Что было неловко за себя Когда тебе говорили Снова надо перейти Ну, типа дубль Еще один Нет Ну, нет Ну, слушай Я же снимаю клипы То есть у нас есть Большие смены Поэтому мне это все Наверное было не в новинку В моменте, конечно Были какие-то Знаешь Всплески того Что, блин У меня трясется рука И я боюсь Что это очень сильно видно Видно в кадре Я переживаю Волноваешься Волноваешься Волноваюсь У тебя тоже сегодня Что-то не так Словали Я дурачу Понятно И в итоге Ты все это преодолела И такая раз Уже довольная горда Тем, что в итоге получилось Ну, я буду, наверное, окончательно Горда, когда это все выйдет на экран И я смогу сама со стороны Оценить себя Вот А пока Остается только ждать Ну, что ж И нам тоже остается только ждать Потому что нам нужно Послушать танцевальную Будь с нами Наши дорогие слушатели Мы для тебя Приготовлю что-то интересное И дальше Hold me closer Элтон Джон Бритни Спирс Только что у нас отметились Мы продолжаем общаться с Юлей Гаврилиной Очень хорошо Другое дело Вот сюда мне втащило И теперь болит Но зато запомнил Ну что, ребят Давайте поиграем Сейчас пришло время Как раз мне ее Помучить Не только же ей Меня Да? Правильно? Фамилии Мы играем в игрушечку Жим или жим-жим Она очень простая Это слабо-не-слабо По сути, я сдаю тебе Какую-то ситуацию Ты говоришь Жим, если готова сделать Жим-жим, если не готова Жим готова, жим-жим не готова Ну да Абсолютно верно Ну что, ты готова 30 секунд всего будет Несколько вопросиков Погнали? Поехали Неделю есть вредную еду Жим Неделю вообще не красится Жим Да ладно Да Набить тебе татуировку Жим Да ну, давай, начинай Рассказать, с кем встречаешься Жим-жим А, есть Стать мамой Жим-жим Показать скрытые фотки На своем телефоне У меня нет скрытых Поэтому жим Да ну Да Да не бывает такого Бывает Искупаться в проруби Жим И вставить тебе золотой зуб Жим-жим Нет Ты думаешь, тебе не пойдет? Нет, это не моя тема Блин, я думала, будут вопросы такие Знаешь, покаверней Да ну что, что в следующий раз Тогда ладно Снять штаны Показать Жим-жим Ну, все понятно Ладно, тогда без этого обойдемся Ну что, давай Рассказывай Ты Где тут у тебя писала В одной соцсети, про которую мы не говорим Что ты Ты Довольна, наконец, своей фигурой Да Ну, рассказывай, как добивалась этого всего О, это точно На самом деле такая история Я тебе могу сказать Я полетела в Африку на третий сезон Да И там мы ели в два раза меньше Чем в первом сезоне То есть, если в первом сезоне Мы могли Нет, в первом сезоне мы могли выиграть 10 порций еды на 10 человек А в третьем сезоне 5 порций еды на 10 человек То есть, мы ели ровно в два раза меньше И я там приехала похудевшая Вернулась И это, наверное, РПП у меня было Потому что я начала есть как не в себя Я начала не контролировать, что я ем, сколько я ем И буквально за месяц я набрала килограмм 5 Ого И весила 56 килограмм Для меня это мой максимум Я столько не весила никогда в своей жизни Потому что до этого я была той самой девочкой Которая ест и не толстей Ну, ест и не толстей Да, да Моя ведьма И тут что-то пошло не во плану Я вижу у меня животик Щечки Ляжечки Я так недовольна Я говорю, я так из-за этого загонялась Но вот я Сколько это продлилось по времени? Ну вот Только декабрь 26 декабря И только на этот момент Я сейчас довольна своей фигурой И вешу, как раньше, 51 килограмм Вот 4 месяца я боролась Диет какой-то Или спорт Или как это? Это и спорт И возвращение питания своего То есть, знаешь, я сейчас не то чтобы к отелью А просто ем тогда, когда хочу Вот, например, сегодня я съела только фунчозу завистение А время 6 вечера Прям совсем чуть-чуть Пару макарошек Ничего себе Но я очень рада, что я поборола это Потому что было очень много Тоже не выиграла сегодня еду, получается? Наверное, да Такое у вас отношение с продюсером Мне просто интересно Вот такие, как видишь Еле вот нажала рубашечку, чтобы на тебя нацепить Вот, но надеюсь, что больше у меня таких проблем не будет На проекты, связанные с едой, я больше не поеду Потому что это чревато реально для организма Для растущего молодого организма Ну это действительно Да нет, нет, поедешь, конечно Я уверен, что тебе понравилось Не поеду Не поеду Ну расскажи давай про само мероприятие Вообще за это реалити-шоу Как оно там, что оно там И как оно для себя прошло национально Я главный неудачник Это реально факт Потому что я съездила первый сезон Дошла до финала Проиграла в финале Съездила третий сезон Дошла до финала И проиграла в финале Тогда зачем вообще я туда ездила Я не понимаю Слушай, проиграть в финале, судя по всем Это, видимо, моя история В рамках этого проекта Ну ничего страшного Стоя много интересного для себя извлекла Как ты понимаешь, там можно похудеть за то Похудеть, потом приехать и набрать Ну тоже верно И словить А там еда какая-то обычная или нестандартная? Когда ты выигрываешь, там обычная еда То есть там, я помню, там пиццу мы могли выиграть Выигрывали там том-ям, супчик, например Ну это хорошо, это кутно Ну то есть обычная наша еда, которую мы любим покушать Ну то у меня особенно наша, конечно, как и пицца Ну блин Уже знакомая Ну пюрешечка, хорошо Борщик Ой, с котлеточкой Да Мне кажется, сейчас наши слушатели захотели поесть Это точно, да И немножко набрать Потому что ты назвала 56 Это, конечно, очень мало 51 я сейчас вешу Все хорошо 51, друзья Ну да, все понятно Ладно Пушинка Да, и так и есть Ну что ж, фигура у тебя действительно отличная Спасибо Ребята, мы музычку послушаем Так что если вам тоже над фигурой заняться Двигайтесь активно И все у вас будет прекрасно I'm good Это Дэвид Угетто и Биби Рекси Только что хорошо было у нас здесь Ну и у нас действительно хорошо Потому что у нас замечательный человечек У нас тут в гостях Приятнейший, искренний, главное И у нас, у нее трек, между прочим, есть С которым она к нам и пришла Да, Юль? Да, трек называется Забей и просто танцуй Забей и просто танцуй Да Ты клип на него успела уже снять И все успела сделать Да Мы его обязательно сейчас послушаем Но перед этим у меня вот какой вопрос Слушай, а у тебя дофига деятельностей Вот что можно сказать Разных активностей Ты вообще Как ты умудряешься отдыхать И найти время, чтобы те же самые сериалы посмотреть? Блин, на самом деле ночь Ночь и зато время А сон? Ты пробовала сон? Да Да Работает Ну знаешь, не всегда удается Бывают моменты, когда я могу поспать по 3 часа Но бывают моменты, когда я могу выспаться И поспать в 8 часов Зеленый вокруг глаз это синяки Я правильно понимаю? Да, да Это не тени Вот Ну на самом деле мне просто 20 лет И я считаю, что это как раз таки тот возраст Когда нужно пробовать все Искать себя И если есть к этому, так сказать, предрасположенность Почему бы и нет? Абсолютно верно Мне нравится снимать клипы Там клип очень интересная история Про две, так скажем, личности Которые есть внутри нас И ну в разные периоды времени, естественно То есть вот первая личность в моем клипе Это такая девочка Тихоня Которую там обзывают Оскорбляют Там какие-то у нее постоянно вечные проблемы Она только единственное, что может это сделать Промолчать, посмотреть на себя в зеркало и порыдать Но там ходит момент самой ключевой жизни Вторая девчонка, которая более дерзкая Которая может ответить нет Ну то есть это скорее вот про то, что есть в каждом из нас В разные периоды времени А песня вообще, название говорит само за себя Забей и просто танцуй Забей и просто танцуй По-моему, отличная подводка у тебя сейчас получилась Давайте слушать, ребят Забей и просто танцуй, Гаврилина Блин, слушай, ты танцевала, это правда Двигалась сейчас под свой трех Нравится? Мне он очень нравится Это круто, когда ты делаешь то, чего потом кайфуешь Это, конечно, так и есть Странно, если что-то делаешь, тебе совсем не нравится Ну, блин, бывает такое, на самом деле бывает У тебя бывало? Да Ты можешь выйти на сцену, например Станцевать Уйти обратно в гримерку Разрыдаться от того, что это было суперплохо, по твоему мнению Потом пересмотреть видео и понять, что это было хорошо И что ты зря расстроился Такое же бывает, мне кажется, есть Не только у меня такое, скажите, пожалуйста Да-да-да, сейчас поревем, сейчас поревем Ладно-лада Ладно, рассказывай, как трек появился, когда он у тебя родился вообще Ой, это было несколько месяцев назад до релиза Если честно, я уже думала, что ничего не успею выпустить к Новому году Вот это все было в такой суматохе, в такой суете Я должна была выпустить другой трек Там не получилось, не успевали свисти В общем, все, знаешь, реально очень сумбурно происходило И я была очень рада, это на самом деле не трек, это история Я думаю, это будет очень близко девчонкам Ну это правда, у каждого человека есть что-то подобное в жизни происходило, мне кажется Когда вот ты испытываешь какие-то сомнения внутри себя, сложности Даже не обязательно к какому-то полу это привязывать Я думаю, у каждого это может быть Да-да-да Это все в основном там на графике какие-то моменты делали Блин, если честно, мы смонтировали клип за три дня И через три дня он уже появился в ютубчике Да, то есть очень быстро все это произошло Я даже, ну вот я рассказала про девчонок Две девчонки, две личности, которые живут внутри И это я все ярко показала в клипе Лучше один раз посмотреть, чем сто раз услышать на самом-то деле Это правда Вот, но я очень надеюсь, что я делаю этот трек для души, для себя Я реально его слушаю, каждый день мне очень нравится И я буду очень рада, если он кому-то откликнулся тоже И может помочь Это самое крутое, тогда цель будет выполнена Даже если это будет один человек Какая ты милая, боже Мне так не важно, если честно Если один человек скажет, что да, это круто, значит я делаю не зря Вот так Ну главное ты говоришь, что да, это круто Как минимум один человек точно есть Да, значит все не зря Значит все не просто так Какие у тебя еще планы? Ты сказала, что у тебя не получилось другой трек выпустить А когда будет? Ну, когда будет? А когда будет? Ну уже на следующий год В этом году уже ничего не успеем Что я тут успею уже? 26 число у нас В следующем году я также продолжу заниматься вокалом У меня уже есть идеи накиданные на следующий трек На клипы Как я хочу это сделать Ну естественно я ничего не расскажу Ну что, ну расскажи-то чуть-чуть Ну как? Ну да почему? Ну зря приехала что ли? Я очень надеюсь, я очень надеюсь, что это будет не грустный трек Я хочу Что-то веселое Веселое, да? Хочу что-то веселое, да Под что можно покайфовать Ну не погрустить, понимаешь? Да, я понимаю Вот у меня есть трек, например, «Замело» И он уже три года подряд вирусится У меня постоянные отметки там в историях До сих пор под него снимают ребята видео Я в шоке, потому что как бы прошло три года А трек до сих пор актуален Уже достаточно много, да Да, и я хочу что-то все-таки более позитивное сделать Нежели грустным, драматическим Ты и сам позитивный человек Самая позитивная Поэтому я думаю, у тебя точно все получится У нас остается буквально 20 секунд Вряд ли ты успеешь до Нового года еще к нам прийти Будем честны Да Но давай, расскажи, пожалуйста, какое-нибудь пожелание людям С наступающим Новым годом Блин, я всегда это говорила Везде говорю, ребят, знаете, что как минимум Один человек в этом мире верит в вас И это я Это реально Я всегда это говорила своим ребятам Никого не слушайте Кто бы какую ересь не нес Что у кого-то не получится Это все какая-то зависть Конечно И таких людей не нужно держать рядом Держите те, кто вас верит И поддерживайте Спасибо, Юль, за то, что пришла Ты замечательная Пусть у тебя все получится Хорошо тебе отдохнуть Присылай треки Приезжай к нам И просто кайфуй от того, что делаешь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому